На днях в деревне Михали прошел велопробег, посвященный Дню города. Егоревску в этом году исполняется 241 год. В честь этого события Михалевский культурно-досуговый центр объявил о проведении мероприятия «Здоровая Россия». Участие допускались все желающие. Участники до 14 лет получали регистрацию с разрешения родителей. Участники старше 14 лет регистрировались по документам, удостоверяющим личность. Мы решили, почему бы и не развеять, не растрясти народ. Все-таки прогулки на велосипедах – это так здорово, это в принципе просто. И молодежь почти у нас не выходит уже на улицу гулять, играть. Все уткнулись в планшеты, телефоны. Хочется, чтобы они оторвались и насладились природой, спортом, активным образом жизни. И вот мы решили всех сгруппировать, поднять. Честно говоря, не ожидали, что вот соберется такое количество народу, но ура! Мы все выбрались и очень здорово все. Но прежде чем был объявлен старт, работники центра организовали викторину на знание фактов о родном городе, чтобы велосипедисты вспомнили все важные даты и события, связанные с их домом. Ну а затем прозвучала команда «Внимание, марш!» «Поехали!» Не новая, но очень интересная форма работы. И мы решили попробовать. Ну попробовали, интересно. И в дальнейшем мы собираемся это развивать и делать более масштабно. Ну, сложность заключается в проведении организации этого мероприятия в том, что нужно получать восстановление от главы, нужно привлекать ГИБДД, перекрывать дороги. Но на следующий год мы попробуем более масштабно это сделать. Думаю, что у нас получится. Двадцать восемь человек разделились на две группы. Дети поехали по короткому маршруту, а взрослые по длинному. Финишировали на месте старта у культурно-досугового центра. Честно говоря, я в таком раньше не участвовал, но мне понравилось. Где вы ехали? Какой был маршрут? Мы ехали от клуба до коттеджа, и там четыре круга, а потом обратно. Вот чувствовалось единение, так сказать, с жителями Михалей, с другими ребятами? Вот весело ли это вообще? Это весело, но я всегда с ним един. Вот я так считаю, по крайней мере. Ну а чтобы еще раз подтвердить тот факт, что жители Михалей – очень дружная команда, организаторы предложили создать деревься из отпечатков ладошек участников.